Здравствуйте, уважаемые телезрители! В каких случаях он применяется? Открытость, прозрачность государственных закупок, добросовестная конкурентоспособность среди поставщиков, недопущение коррупционных признаков и приобретение высокотехнологических и инновационных товаров, работ и услуг. А кто принимает решение о проведении государственных закупок и каким образом это происходит? В соответствии с законом решение о проведении государственных закупок это принимает заказчик. Законом предусмотрен ряд способов проведения государственных закупок. То есть закупки проводятся способом аукциона, конкурса из одного источника, либо способом запроса ценовых предложений. То есть в данном случае заказчик сам в соответствии с законом выбирает один из способов и проводит его на вепортале государственных закупок электронным способом. Какие требования существуют к поставщикам и все ли могут участвовать в государственных закупках? В государственных закупках квалификационные требования к поставщикам это является в первую очередь, если это является юридическое лицо, то оно должно обладать правоспособностью. Если физическое лицо, то оно, естественно, гражданской дееспособностью быть платежеспособным, не иметь никакой налоговой задолженности, иметь определенный стаж работы в определенной сфере деятельности, в которой он участвует в конкурсе. Кроме того, не должен быть банкротным, либо ликвидироваться, кроме того, иметь соответствующие материальные и трудовые ресурсы, чтобы выполнить те или иные обязательства по договору. А может ли поставщик отказаться от заключения договора и какие последствия при этом могут наступить? В данном случае, конечно, данный указанный закон является специальным, поэтому бывают случаи, когда поставщики, они не зная участвуют в конкурсах, закупках, предоставляют свои ценовые предложения, тем самым признаются победителями, и в случае, если они уклоняются от заключения, то они включаются в реестр недобросовестных участников государственных закупок. Можете подробнее рассказать об этом реестре, что это за реестр, кто туда включается и как это происходит на практике? Указанный реестр, он формируется уполномоченным органом, то есть в соответствии со статьей 12 закона о государственных закупках, реестр недобросовестный участник государственных закупок, он состоит в первую очередь из поставщиков, с которыми заказчик в одностороннем порядке растворнул договор, вследствие того, что ими при заключении договора, то есть при участии была предоставлена недостоверная информация, либо не соответствует каким-то квалификационным требованиям, то есть предоставил не ту информацию, вследствие чего заказчик заключил с ним договор, но после этого он выяснил, что этот поставщик не соответствует требованиям. Кроме того, в этот реестр включаются поставщики, которые уклонились от заключения договора, то есть они признаны победителем, но они в соответствии с законом должны в течение трех рабочих дней подписать договор о государственных закупках, но поскольку они не подписывают, могут не подписать же, и они автоматически включаются в реестр недобросовестного участника государственных закупок. И третий — это поставщики, с которыми заключены договора, но не исполнили свои обязательства, либо ненадлежащим образом исполнили свои обязательства. На основании чего поставщики включаются в данный реестр? В соответствии с законом, то есть в соответствии с статью 12, в этот реестр недобросовестных участников государственных закупок включается на основании решений суда, а также решения уполномоченного органа. То есть в данном случае уполномоченным органом является, ранее он назывался финансовый контроль, сейчас он называется департамент государственного внутреннего аудита. А в каких случаях реестр ведется на основании решения суда? На основании решения суда реестр ведется в отношении поставщиков, которые уже было вышесказанно, с которыми заказчик в одностороннем порядке расторнул договор, и во-вторых, это с поставщиками, поставщики, которые ненадлежащим образом, либо не исполнили свои обязательства. То есть в отношении них заказчик должен обратиться в суд о признании их недобросовестными участниками государственных закупок. А в отношении поставщиков, которые уклонились, то есть с которыми не заключен еще договор, они включаются на основании решения уполномоченного органа. А какие суда рассматривают данные дела? Данные споры о государственных закупках, они подсудны специализированным межрайонным экономическим судам. Здесь подсудность определяется, то есть по месту заказчик может предъявить иск по месту жительства, то есть по месту нахождения ответчика, либо по месту исполнения договора. То есть, к примеру, если ответчик проживает в Алматинской области, а местом исполнения указан в городах тебе, заказчик вправе предъявить иск в экономический суд Актюбинской области. В случае, если поставщика внесут в реестр недобросовестных участников госзакупок, какие последствия для него наступают? Последствия, это необходимо отметить. Почему? Потому что бывают случаи, когда поставщики, они сами участвуя, не знают последствия уклонения, то есть последствия ненадлежащим образом выполнения своих обязательств. В данном случае, если они включаются в реестр недобросовестных участников госзакупок, они уже в течение 24 месяцев не могут участвовать в госзакупках. Ну и каков порядок предъявления и рассмотрения данных дел в суде? Данные дела, то есть иски предъявляются самими заказчиками, и законом предусмотрен срок, согласно статье 12, это является, то есть с момента обнаружения факта нарушения требований законодательства, заказчик обязан в течение 30 календарных дней обратиться в суд. Если этот срок будет нарушен, этот срок является пресекательным. В случае нарушения данного срока, то это является основанием для отказа, выиски о признании того или иного поставщика недобросовестным участникам госзакупок. А если срок этот будет нарушен, то какие последствия наступают? Если же этот срок заказчик нарушит, то, естественно, в данном случае суд реагирует и вносит в отношение руководства той или иной организации частное определение о недопущениях при таких нарушениях требований законодательства. Ну и немного статистики по указанным делам, как много исков предъявляется заказчиками к недобросовестным поставщикам? Если говорить, в 2015 году, к примеру, были такие иски предъявлены, рассмотрены экономическим судом Октябрьской области около 1200 дел. В 2016 году 833 дела было рассмотрено, и вот за первый квартал 2017 года это было 185 гражданских дел. Ну то есть я смотрю, вот как раз снижается, мне кажется, становятся более порядочными наши поставщики, да? Видимо, да. И это, наверное, связано с тем, что ранее в действующем законодательстве было, то есть за уклонение, заказчики также, то есть если поставщик уклонился, заказчик ранее тоже обращался в суд о признании недобросовестным участником закупок, а уже в действующем законодательстве за уклонение заказчик не обращается. То есть это уже электронно, автоматически. Автоматически уже поступает такое дело, поэтому уже поставщики опасаются, да, не исполняют свои обязанности, и это как-то их приучает к уважению и следованию закона. Да, возможно, и это к этому. Хорошо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии была судья специализированного Межрайонно-экономического суда Мария Шарипова. Спасибо вам большое, Мария. Спасибо большое. До встречи. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин